Всем привет, с вами Дэвил, и это топ лучших фантастических фильмов 2015-2016 годов. Поехали! 10 место. Первый Мститель. Противостояние открывает десятку лучших фантастических фильмов, вышедших на экран в 2015-2016 годах. Основная сюжетная линия киноленты связана с Капитаном Америка, который возглавляет команду Мстителей. Герои становятся замешаны в инциденте разрушительного характера, который имеет международные масштабы. В связи с этим, правительство собирается ввести новые законы и взять под контроль супергероев. Но некоторые не совсем согласны с таким укладом и не собираются работать на высшие органы управления. Находятся среди сверхлюдей, которые готовы к сотрудничеству с правительством. 9 место. Люди Икс Апокалипсис входит в список лучших фильмов фантастика 2016 года. Между мутантами и обычными людьми продолжается многолетняя борьба. Люди Икс сталкиваются с сильнейшим и могущественным мутантом Апокалипсисом, с которым вступают в схватку. Развернувшаяся война грозит гибелью как мутантам, так и всему человечеству. Люди Икс пытаются разузнать об уязвимых местах монстра, а также ищут больше информации о происхождении своего рода. Что победит в этой схватке? Разум или несокрушимая на первый взгляд сила? 8 место. Дивергенты глава 3. За стеной. Фантастический боевик 2016 года, вошедший в список лучших фильмов жанра фантастика. Действие кинолинты происходит в Чикаго, а в центре сюжета, как всегда, неповторимая девушка Дивергент Трис. Однажды вместе с друзьями она выбирается за пределы города, где ей открывается страшная правда. Герои узнают, что после многолетней войны все люди были разделены на генетически чистых и поврежденных. Ученые не считают поврежденных за людей, используют их как биологический материал для своих целей. Трису и ее друзьям открывается и другие страшные подробности о задумке ученых, которые хотят оставить только чисто генетическое потомство. Герои решают вступить в борьбу с несправедливостью и расстроить коварный план, чтобы спасти свой город от погибели. Седьмое место. Черепашки Ниндзя 2 занимают седьмую строчку в списке лучших кинолент жанра фантастики 2016 года. На протяжении многих лет Черепашки Ниндзя скрывались от людей в городской канализации Нью-Йорка. Их учитель Сплинтер обучал их долгое время боевым искусствам и пришел тот момент, когда герои покинули свое подземное укрытие, чтобы сразиться с могущественным злодеем Шередером, который решил поработить Нью-Йорк. Наведя порядок в городе, герой отправляется на покой, но неожиданно над мегаполисом зависает огромная новая угроза. Шестое место. Призыв. Фильм Фантастика 2016 года. В группе заядлых онлайн геймеров приходит письмо с приглашением принять участие в новой супер игре, не имеющей аналогов от компании Заебаться. Пользователи с охотой соглашаются. Восемь игроков заходят на полигон, получают обмодирование и готовы идти в бой. Игра начинается, а все происходящее вокруг становится невероятно реалистичным. Но вот убивает одного персонажа и оказывается, что виртуальный мир становится настоящим для геймеров. Теперь ни один использователь не может выйти из жуткой игры, пока не пройдет ее до конца. Пятое место. Пандемия фантастический триллер 2016 года. Повествующий о событиях, происходящих в Лос-Анджелесе. Город превращается в вымершие руины после настигнувшей страшной эпидемии, который превратил людей в безмозглых ходящих неркви. Доктора Лорена с небольшой группой специального назначения направляются в город, чтобы отыскать незараженных. Женщин пытается найти не только спавшихся, но и хочет понять причину появившегося вируса. Лорен собирается создать вакцинацию, чтобы помочь зараженным. Но, как показывает практика, сделать это непросто. Ведь большая часть времени уходит на спасение собственной жизни и отстрел нападающих монстров. Четвертое место. Дэдпол фантастический боевик 2016 года, получивший две премии МТВ. В центре сюжета антигерои комиксов издательства Marvel. Главный персонаж Уилсон, бывший солдат, решивший принять участие в небольшом эксперименте из-за неизлечимой болезни. Но в ходе экспериментов пошло что-то не так. Уилсон приобретает невероятную силу, способность к самоисцелению и терять дровы, разум из-за произошедшего сбоя на клеточном уровне. Теперь его зовут Дэдпул, или болтливый наемник, который приобретает своих фанатов благодаря своим суперспособностям, неуловимости и остроумному черному юмору. Третье место. Хардкор открывает тройку лучших фильмов Фантастика 2015-2016 года выпуска. Главный герой киноленты Генри приходит в себя в неизвестную научную лабораторию. Рядом он обнаруживает свою супругу Эстель, которая приводит его в чувство. Они не помнятся, как оказались здесь и пытаются понять, зачем и кому понадобились. Неожиданно Эстель похищает монстр Акан, за которым бросается погон у нее Генри. Находясь в поисках чудовища и жены, герой знакомится с парнем Джимми, у которого также свои счеты с Аканом. Мужчина объединяется для поиска монстра и Эстель и делает попытку предотвратить активацию армии киборгов против всего человечества. 2 место. Стартрек Бесконечность. Один из лучших фильмов жанра Фантастика 2016 года выпуска. Кинолента является частью научно-фантастической медиафраншизы Звездный Путь. По просторам космоса борозит корабль Энтерпрайз, который находится в поисках жизни на других планетах. Экипаж даже еще не подозревает, что эта операция может стать одной из самых опаснейших в планете. По непонятным причинам корабль терпит крушение. Команда Энтерпрайз попадает на неизведанную планету, где существует неизвестная инопланетная раса. Хозяева планеты совсем недружелюбно встречают гостей, которых и намереваются уничтожить. Группа людей под командованием капитана Стартрека ищет пути, как покинуть чужеземную планету. 1 место. Бэтмен против Супермена возглавляет список лучших фантастических фильмов 2015-2016 года. Два супергероя в комиксах схлестнутся в битве, чтобы завоевать право помогать человечеству. Киноленты являются продолжением фантастического боеводика Человека из Стали. Супермен в своей последней схватке против злодеев наносит большую ущербу Готэму. Бэтмен начинает задуматься о том, нужен ли городу такой защитник и герой. Два главных персонажа готовятся к поединку, а люди становятся лишь пассивными зрителями, которым предстоит выбрать, кто же достоин носить звание супергероя и защитника Готэма. Это был топ лучших фантастических фильмов 2015-2016 годов. Надеюсь, он вам понравился. Ну что ж, всем вам большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ну а с вами был Дэвил. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok